Всем привет! В данном уроке мы поговорим о программе Adobe Illustrator. А конкретно я вам расскажу о навигации в данной программе и оформлении рабочей среды. Adobe Illustrator является полностью векторным редактором и обладает всеми необходимыми функциями для создания простых и сложных иллюстраций. Программа насыщена очень интересными и креативными эффектами, которые значительно облегчают работу. Также в Illustrator можно импортировать и растровую графику, но изменить растровое изображение не получится. Для этого разработчики придумали параллельно программу Photoshop, которая очень виртуозно обрабатывает растровую графику. И очень хорошо, что программа между собой взаимодействует, что очень-очень удобно при работе. Например, вы можете встроить растровое изображение в Illustrator и параллельно его обработать в программе Photoshop. Вернемся к Illustrator и начнем с навигации в документе. Сначала разберем основные базовые моменты. Для примера я открою векторный файл в Adobe Illustrator. Это просто макет-заготовка для работы. Ссылку на скачивание этого файлика я оставлю под видео внизу. Если при открытии файлика у вас появляется вот такое окно, это изменение цветовой схемы. В данном окошке можно нажать кнопку ОК. Итак, перед нами открылся документ. Первое, с чего мы начнем, это навигация. Сделаем клик в рабочее поле. Если вы будете вращать колесо мыши вверх-вниз, то движение рабочего листа у вас будет происходить по вертикали. Если при этом удерживать кнопку Ctrl и также вращать колесо мыши, то движение у вас будет происходить по горизонтали. Если нам необходимо изменить масштаб документа, то есть отдалить или приблизить. Мы используем то же самое действие, только удерживаем клавишу Alt. Вот таким образом происходит движение. От себя на себя. От себя на себя. То есть вращение колеса мыши при удержании клавиши Alt. Это увеличение. И вращение на себя колеса мыши. Это уменьшение масштаба. Также увеличить и уменьшить масштаб можно клавишами. Для этого нужно удерживать клавишу Ctrl и короткими движениями нажимать на клавиатуре также кнопку плюс или минус. Соответственно, Ctrl плюс увеличивает масштаб, а Ctrl минус уменьшает масштаб. Плюс этого действия заключается в том, что уменьшение и увеличение происходит ровно на один шаг, что в принципе иногда в работе очень удобно. Например, вы можете посчитать, что вы приближаете на раз-два-три шага и уменьшаете соответственно. И давайте дальше. Также для уменьшения и увеличения масштаба можно использовать инструмент, который так и называется масштаб. Вызывается клавишей Z. Как вы видите, при наведении курсора на инструмент появляется маленькое всплывающее окно в виде подсказки, где идет название инструмента и клавиша, которой инструмент вызывается. Но это в принципе очень стандартная вещь. Чтобы выбрать инструмент, нам нужно левой клавишей мыши кликнуть на иконку инструмента один раз. И вы увидите, что по умолчанию у вас включился инструмент со знаком плюс. Как он работает? От одного нажатия происходит приближение на один шаг. Если вы выделите этим инструментом какую-то область, то эта область увеличится. Чтобы уменьшить, используя этот инструмент, нужно удерживать клавишу Alt и также делать клики левой клавишей. Либо также нарисовать выделенную область. Когда вы отпускаете клавишу Alt, инструмент переходит в режим увеличения. Еще один инструмент навигации, который практически незаменимый, это инструмент Рука. Ну и выглядит он соответственно как Рука. Вызывается он кнопкой H и в таком режиме он включается на постоянной основе. Но этот инструмент можно вызывать еще по-другому, что мне кажется гораздо удобнее. Для этого переключимся на основной инструмент. Это черная стрелка, называется она Выделение и вызывается клавишей V. Итак, чтобы вызывать инструмент Рука гораздо быстрее и удобнее, вам необходимо просто удерживать клавишу Пробел. Когда вы удерживаете пробел, инструмент включен. Когда вы отпускаете пробел, инструмент выключается. Как работает инструмент? Левой рукой вы удерживаете пробел, а правой рукой мышью делаете клики и перетягиваете. Инструмент удобен тем, что он позволяет двигать документ в любую сторону, которую вам необходимо. Если вы посмотрите в левый нижний угол экрана, то вы увидите маленькое окошко со знаком 100%. Это параметры масштаба в процентном соотношении. Нажав на маленькую галочку, у вас развернется список, где будут варианты масштаба. Но на самом деле самая полезная строка, это самая нижняя во весь экран. Нажимая на нее, вы получаете изображение в максимальном размере экрана. Особенно это необходимо, когда вы потеряли лист. Как это может произойти? Например, в документе есть вот такие вот клавиши прокрутки, которые я считаю абсолютно неудобными, но в принципе, может быть, иногда они необходимы. В таком случае, вращая эти клавиши, даже на немного вы полностью теряете лист. И чтобы не уменьшать масштаб, не искать лист, вы можете просто нажать на вот эту галочку и выбрать строку во весь экран. И ваш лист вернулся на место. И все вышеперечисленные мной инструменты я могу смело отнести к инструментам первой необходимости, которые я считаю очень-очень удобными и которые нужно запомнить и довести использование их до автоматизма. Но на самом деле все это произойдет в процессе работы. Конечно, единственное, я сюда не могу отнести только клавиши вертикальной и горизонтальной прокрутки. Их я считаю абсолютно неудобными. Еще к инструментам навигации можно отнести одно специальное окно, которое называется навигатор. Вызывается оно в закладке окно. В принципе, все окна вызываются в этой закладке. Выбираем в списке навигатор и вот таким образом он выглядит. Здесь также есть масштаб в процентном соотношении, только нету строчки во весь экран. Есть кнопочка, которая увеличивает масштаб, работает от клика и уменьшает масштаб, которая также работает от клика левой клавиши. Также, если вы потеряли полностью документ лист, вы можете нажать на любую точку и у вас получается появится на экране та точка, на которую вы нажали. Принцип работы навигатора такой. Удерживая левую клавишу мыши, вы двигаете красную рамку, которая показывает пропорцию вашего экрана относительно содержания документа. И на самом деле, навигатор удобен тогда, когда у вас очень много объектов на листе. И чтобы быстро передвигаться от одного объекта к другому, в принципе, можно использовать навигатор. Единственное, все вот эти лишние окна, они всегда занимают пространство на экране, которое, в принципе, и так достаточно ограничено. Но, в принципе, выход это использование второго монитора или использование монитора с высоким разрешением. И, в принципе, теперь мы с инструментами навигации полностью разобрались. Перейдем к оформлению ока. Справа экрана вы видите список из различных значков. Их еще называют палитрами. У вас, возможно, это оформление отличается, так как данные окна можно оформлять, как вам удобно. И мне удобно использовать маленькие значки. Значит, что это за окна? Как они работают? Каждое окно выполняет определенную функцию, например, выравнивание, обводка. Некоторые окна обладают вот такими маленькими стрелками, нажав на которые окно будет сворачиваться и разворачиваться. То есть, таким образом окно расширяется на дополнительные функции. Некоторые окна могут быть до конца не развернуты. Поэтому запомните про эту стрелочку. В принципе, это очень важный элемент управления данными окнами. Также в каждом окошке есть небольшое меню, в котором отображены функции конкретно данного окна. Например, в окне цвет мы видим переключение между цветовыми режимами. Но это не общее переключение документа, это только переключение палитры. Также некоторые окна можно разворачивать и удлинять их, потянув за нижнюю границу. Потянув за закладку окна, за само название, вы можете окно вытянуть из списка. Вы можете это окно закрыть, вы можете окно вытянуть в виде маленькой иконочки. Также вы можете развернуть, свернуть и закрыть. Закрытые окна можно обратно вернуть в меню окно. Допустим, вернем окно цвет. Хотя его, в принципе, можно вернуть и клавишами. Чтобы окно вернулось в список, достаточно также его обратно перетянуть. Когда вы наводите иконку на панель, у вас появляется синее обозначение, которое показывает, что, отпустив левую клавишу, окно примагнитится именно в ту точку, где появилась подсветка. Также окна вы можете выстраивать вторым рядом. Для этого вам нужно поймать обозначение вертикальной линии. Но опять же, такое оформление будет тратить много полезного пространства. Теперь давайте вернемся к панели инструментов. Как вы уже поняли, инструменты выбираются нажатием левой клавиши мыши. Возле некоторых инструментов стоит маленькая треугольная стрелка внизу. Эта стрелка показывает, что, нажав правой клавишей мыши на иконку, развернется список с дополнительными инструментами. И тот инструмент, который вы выбрали в списке, станет основным. Также, развернув список со всеми инструментами, вы увидите, что справа есть еще одна треугольная стрелка. Нажав на которую, иконки инструмента будут вынесены в отдельном меню. Сделано это для удобства работы. Так инструменты выглядят, скажем так, сподручнее. Данный список вы можете также закрыть крестиком. И вернемся обратно к основному инструменту стрелка. Ниже на панели инструментов расположены обозначения заливки и обводки. И также еще есть варианты градиентной заливки и возможность выключить заливку вообще. Но про заливки мы поговорим попозже. Окно градиента закроем. Также панель инструментов в целом это такое же дополнительное окно, которое можно также перетянуть и разместить там, где вам будет удобно. Также вы можете передвинуть его вправо. Оно также вклеивается, как обычное окно. Еще панель инструментов можно случайно закрыть. Как правило, специально никто этого не делает. Но если вы случайно закрыли панель инструментов, ничего страшного. Оно также вызывается, как обычное окно в закладке окно. Вверху списка можно выбрать строчку инструменты и в дополнительном меню выбрать по умолчанию. Теперь панель инструментов можно перетянуть влево и вклеить ее в свое стандартное место. Вообще в закладке окно есть еще много очень полезных функций. Одна из них это рабочая среда. Вы можете сохранить ту рабочую среду, которая сейчас перед вами, выбрав команду создать рабочую среду. Перед вами появится окно, в котором вы можете указать имя своей рабочей среды. И нажимаем кнопку ОК. Теперь возвращаемся в закладку окно и можем смело выбрать любую другую рабочую среду. Например, рисование. Окна тут же изменились. Открылись те окна, которые, по мнению разработчиков Adobe, считаются наиболее сподручными. И чтобы нам вернуться в то пространство, которое мы сохранили, заходим в закладку окно, команда рабочая среда и все ваши сохраненные рабочие среды будут отображаться в списке вверху. Например, основная. Выбираем. И все вернулось обратно. Удалить или создать новую рабочую среду вы можете в специальном окне управления рабочими средами. Еще одно меню, которое отвечает за оформление рабочего пространства, это закладка просмотр. Например, когда вы выделяете объекты, у вас появляются узлы, линии и прочие обозначения. И, например, команда Ctrl-H выключает все эти обозначения. Вернуть их можно, конечно, нажав опять Ctrl-H, но в закладке просмотр спрятаны подобные команды. И команда называется показать границы. Также очень частая проблема новичков, это когда пропадает ограничительная рамка. Рамка включается и выключается командой Ctrl-Shift-B и включается обратно также этой командой. Как правило, такие клавиатурные сочетания нажимаются случайно, когда перепутались горячие клавиши из другой программы. И в закладке просмотр также есть эта команда. Называется она спрятать ограничительную рамку. Команда работает на включение и выключение. Обратная команда показать. Также в закладке просмотр есть команда быстрые направляющие, которые позволяют вам включить обозначения контуров, узлов. Быстрые направляющие особо удобны при создании объектов, потому что у вас показываются границы, от которых вы можете отталкиваться и по которым вы можете равняться. Клавиатурное сочетание этой команды Ctrl-U. Работает команда на включение и выключение. В принципе, все практически команды из закладки просмотр работают на включение и выключение. То есть одним и тем же способом включается и выключается какая-то функция. Таким образом вы можете проэкспериментировать и понажимать те команды, которые вам интересны. Например, выберем команду скрыть монтажные области. В обратном направлении команда будет называться показать. У многих команд написаны клавиатурные сокращения, которые вы можете посмотреть в списке. И также вы можете прописать клавиши к тем командам, где они по умолчанию отсутствуют. Как это сделать, я обязательно расскажу, но в отдельном видео. Да, и для удобства давайте переключим инструмент на выделение. Также в закладке просмотр есть очень удобная функция, которая называется контуры. Она вызывается командой Ctrl-U, как вы видели в списке. И эта команда позволяет просматривать векторные контуры без заливок. То есть вы можете посмотреть, как собрано изображение. Вы можете также при помощи этой команды выделить то, что вы не можете выделить в обычном режиме. Также в таком режиме просмотра очень хорошо видно различные ошибки. Для того, чтобы вернуться обратно, нажимаем Ctrl-U. Старайтесь почаще использовать клавиатурные сочетания, потому что они очень значительно ускоряют процесс работы. Также в закладке просмотр можно вызвать линейку. Но в принципе линейки можно вызвать гораздо быстрее. Во-первых, также есть клавиатурные сочетания. Если вы кликните правой клавиши на пустом поле, то в контекстном меню у вас появится команда показать линейки, что в принципе гораздо быстрее, чем заходить в закладку просмотр. В чем польза линеек? А с линеек мы можем перетянуть направляющие. Направляющие, конечно, можно создавать и другой командой, но удобнее всего перетягивать их с линейки. Для чего нужны направляющие? Например, вы можете указать центр вашего листа при помощи направляющих. Вы можете обозначить какие-то границы, и вообще направляющие в построении незаменимый помощник. Но если вы хотите поправить направляющую, то у вас-то не получится, скорее всего, сделать, потому что по умолчанию направляющие заблокированы. И для того, чтобы разблокировать направляющие, вы можете также в контекстном меню выбрать команду «Снять направляющие». И тогда направляющие вам можно будет передвигать. Но чтобы поставить ровно по центру по вертикали или по горизонтали направляющие, лучше всего использовать команды «Выравнивание». Здесь указаны значки, которые имеют очень простое оформление и показывают положение вашего объекта. Но лучше всего, конечно, направляющие держать заблокированными, потому что они могут абсолютно случайно попасть в группировку объектов. Поэтому в контекстном меню можно выбрать команду «Закрепить направляющие». Также направляющие можно вообще спрятать или скрыть линейки. Также в этом контекстном меню. Еще одна команда в закладке «Просмотр», которую я хотела бы вам показать, это «Подогнать все по размеру окна». Клавиатурные сочетания команды неудобные, но их можно будет перенастроить. В принципе, эта команда работает точно так же, как строчка во весь экран. Практически так же. Остальные команды разбирать не будем, так как на начальном этапе, в принципе, того, что я сейчас рассказала, будет очень даже достаточно. В остальных разделах меню команд по оформлению рабочего пространства больше нет. И, в принципе, их содержание соответствует их названию. Например, в меню «Файл» будут функции, касающиеся самого документа. В закладке «Выделения» будут собраны команды, которые будут касаться выделения объектов и их поиску. Ниже за панелью меню идет панель управления. По умолчанию в ней собрано несколько функций. А вообще на этой панели отображаются функции включенных инструментов. Например, если мы включим инструмент «Текст», то на панели появятся элементы управления текстом. Конечно, это не все элементы, это только их часть. Насколько широко раскроются настройки инструмента, напрямую зависит от разрешения вашего экрана. Чем выше разрешение, тем больше умещается элементов и, соответственно, отражается больше функций. Например, если вы нарисуете текстовую рамку и у вас появится текст, то, соответственно, функций тут же появится больше. И вообще управлять разделами, которые будут отражаться на панели управления, можно вот в этой иконке. Нажимая на нее, появляется список, в котором есть строчки, напротив которых стоят галочки, убрав которую, у вас тут же пропадает что-то из меню. Например, мы сейчас убрали в меню символ и вернуть его можно также, поставив обратно галочку. Вызывается панель закладки окно. Но вообще она стоит по умолчанию, но в принципе здесь есть отдельная строка. Выберем инструмент выделения. И теперь рассмотрим, как у нас в оболочке программы отражаются открытые документы. Под панелью управления вы видите вкладку с названием документа, цветовой моделью и кнопочкой закрыть. Давайте для примера попробуем создать второй документ. В закладке файл нажмем новый. Выберем любые предлагаемые настройки. Документ создан. И у нас появилась вторая вкладка. Данную вкладку вы можете перетянуть вниз. И таким образом у вас появится отдельное окно. Вернуть обратное можно также перетягиванием. И опять же появляется голубая подсветка. Также окна вы можете разместить определенным способом. Для этого вам нужно воспользоваться панелью, которая называется упорядочить документы. Находится она вверху на панели и настройки разворачиваются стрелкой. Для примера выберем вот такое расположение. После нажатия окна разместились пропорционально, ровно по горизонтали. Попробуем создать еще несколько документов. Нажимаем создать. И еще один. И опять заходим в данную команду и что мы видим? Настроек стало больше. Это связано с увеличением количества окон. И теперь мы можем выбрать более сложное распределение. Данные команды очень удобны, когда вы работаете с несколькими документами. Они позволяют вам быстро перетягивать объекты из одного окна в другое. Чтобы вернуть окна в свое стандартное расположение, нам нужно опять зайти в данное меню и выбрать первую команду, которая называется объединить все. Нажимаем. И все окна вернулись в свое прежнее начальное положение. Лишние окна можно закрыть. И еще я хочу вам показать один момент. Если вы единственную вкладку на панели вытяните в отдельное окно, у вас будет возможность развернуть ее во весь экран. И в таком случае никаких элементов управления программой здесь не будет. Чтобы вернуть все обратно, нужно просто свернуть в прежнее положение документ. И для того, чтобы вернуть вкладку на ее прежнее место, нужно ее просто туда перетянуть. И еще напоследок я хочу вам показать два режима просмотра, которых нету в меню. Первый, случается, как правило, больше ошибочно, чем специально, это нажатие на кнопку ТАП. Например, нажимая на клавишу ТАП, у вас пропадает панель инструментов и пропадает панель с палитрами меню. Если вы нажимаете на кнопку ТАП еще раз, у вас все возвращается на место. И еще способ просмотра, который бы я хотела вам показать, включается клавишей F. Первое нажатие на клавишу удаляет панель задач и удаляет элементы управления окна. Это стандартная полосочка, квадратик и крестик. Еще одно нажатие скрывает абсолютно все. В принципе, такой режим удобен, когда на вашем экране излишнее количество окон. Нужны инструменты и команды вы просто можете вызывать кнопками и работать в удобном пространстве. Ну, а если вам нужно все-таки вернуться обратно, вы нажимаете еще раз клавишу F и все опять возвращается на прежнее место. Ну, а теперь можно уже завершать это маленькое занятие. Я вам рассказала самые основные базовые функции, которые необходимо знать, когда вы начинаете работать с программой. Если вы будете постоянно использовать эти команды, то работа с ними дойдет у вас до автоматизма. Ну, а на всякий случай, под видео я ставлю заметку, где перечислю все данные команды. На случай, если что-нибудь забудете. Ну, а теперь на этом точно все. Я с вами прощаюсь. Жду вас на следующих занятиях и до новых встреч. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok